ПЕСНЯ Ось, дружи, милістью Божою ми з тобою пережили перший тиждень Великого Посту, відзначили торжество Православ'я і вирушили далі великопісним шляхом. Второй воскресний день, в этой четыридесятнице, посвящен памяти святителя Христова, архиепископа Солунского Григория Паламы. Богослужебные тексты свидетельствуют о том, что некогда праздник Преображения отмечался именно Великим Постом, так как он тесно связан с грестными страданиями Христа, судя из евангельских чтений, из Евангелия. И поэтому многие богословы называют вторую неделю Поста, это как бы малым преображением. Почему же? Потому что в этот воскресний день мы празднуем память, как я уже сказал святитель Хригория Паламы, его учения, его творения, непосредственно связанные с Божественным Светом. Учения, так называемый исихазм, о умном делании, о молитве. Этот святитель жил и трудился в XIV веке, он был из очень знатного и богатого рода. Его отец был сановником при императоре Андернике II. Святитель Григорий получил блестящее образование, но самое главное, что он получил также христианское воспитание своего родителя, потому что, как свидетельствует его житие, его благочестивый отец, будучи сановником, некогда присутствовал на каком-то состоянии у императора и находился в молитве. Он пребывал в молитве, и когда император задал ему вопрос, он на него не отвечал, был поражен в молитву. Император понял это и сказал, не отвлекайте его, пускай молится. После смерти отца, примечательно, что не только сам святитель Григорий ушел в монастырь в 20-летнем возрасте на гору Афон, в монастыре Ватопед, также его мать, его две сестры, его брат, также приняли монашество. Святитель Григорий Богослов проживал в этом монастыре и других монастырях Афона. Он трудился, занимался писательской деятельностью, писал богословские труды, молился. И Господь сподобил его именно видеть тот свет в молитве, то божественное сияние под непосредственным руководством старца, которому был вручен старца Никодима. И в XIV веке возник богословский спор, его поднял некий варлам, монах, грек, итальянского происхождения, который прибыл в Византию, в Константинополь, где он преподавал богословские науки, философии. И он утверждал, что тот свет, который апостолы Христовы видели на фаворе, он был немножко ярче обыкновенного солнечного света, он был ярче обыкновенного света, это был обыкновенный тварный свет. Но святитель Григорий утверждал, что тот свет, который видели святые апостолы на фаворе, это был свет божественный. Это была божественная энергия, через которую Господь нам себя открывает. Он говорил, что так Господь преобразился, но Господь преобразил своих учеников, чтобы они могли видеть этот божественный свет и быть причастником Его. Долго длился этот спор, на протяжении четверти столетия Ригорий Богослов был даже лишен сана, находился в заточении, потому что Варлам имел очень много влиятельных при дворе людей. Сам даже в то время патриарх Иоанн разделял его взгляды, но все-таки на двух поместных соборах эта ересь была побеждена. Вратитель Григорий был опять возвращен, ему была дана кафедра города Солунь. Интересно, что из его жития, что даже сами такие великомученики, как Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский, который был сам из этого города, он видел во сне, что они ему явились. И великомученик Дмитрий сказал великомученику Георгии, что это будет мой святитель, это будет святитель моего города. Интересный факт из его жития, что святитель Григорий Паламан за всю свою жизнь, очень часто ему являлась Пресвятая Богородица Иоанн Богослов, с которым он беседовал и считал себя его учеником. Также за день до смерти святителю Григорию явился Иоанн Златоуст и сказал ему о его смерти. Он попрощался со своими учениками и, как описывает святитель Феофил, писатель его жития и также богослужебный текст, посвященный Григорию Паламу, он был коронизирован через 9 лет после своей смерти. Последними его словами было горнее к свету. Учение Григория Паламы о свете, о нетварном свете, это краеугольный камень о том, что можем мы познать Бога. Варлам утверждал, что Бог непостижим и поэтому мы не можем его здесь на земле познать. Впоследствии Варлам закончил свою жизнь в луне Рима-Католической Церкви, был учителем известнейшего гуманиста, начальника так называемой эпохи Возрождения Петрарки. Учение о свете, о нетварном свете, это учение божественной энергии. Если апостолы не были участниками, причастниками этого божественного света на горе Фаворской, если это был свет небожественный, если святые также не видели этого божественного света, не были причастниками ему, то как и мы можем стать причастниками этого божественного света, Потому что Господь открывает нам себя через свою благодать, через эту божественную энергию. Об этом нас учил святитель Григорий Палама. И поэтому второе воскресение Великого Поста, оно еще также называется второй победой православия. Потому что была побеждена эта ересь, которая утверждала, что мы не можем познать Бога. И также в этот воскресный день церковь вспоминает, наша церковь православная, подвижников, преподобных отцев Киево-Печерской Лавры. А это также связано с той же горой Афон, на которой подвязался некогда Григорий Палама. Преподобный Антоний там начал свои монашеские труды, монашеские подвиги. И, конечно, Бог хотел остаться там до конца своих дней, но промыслом Божьим было введено вернуться к себе на Русь, где он основал Киево-Печерскую Лавру, где собрал множество подвижников, которые сейчас почивают там мощами до второго пришествия Христова. Среди этих подвижников мы видим множество людей, просеявших в различных подвигах, и как иконопиццы, как затворники, как врачи, Дамиан, Агапид Печерский и другие. Возвращаясь к свету, которую подвижники святые видели и преображались в молитве, говорят ученики преподобного Иова Почаевского, что они часто видели языки пламени, которые исходили из той пещеры, той его нерукотворенной кельи, в которой он находился. Также это мы можем встретить уже позже в подвижниках, в таких сынах церкви, как преподобный Серафим Саровский, который, как описывает Мотовилов, когда он его спросил, что такое Царствие Божие, что такое Царствие Небесное, Серафим сказал, я тебе покажу. И он осиялся таким светом, что видели окружающие, видел это Мотовилов. Учение о Божественной Благодати, или как еще называется, о нетварном Божественном Свете, как я уже сказал, это самое главное учение на то время XIV веки, которое терзало людей. Запад пошел путем гуманизма, путем возрождения, Восток же остался верен учению святителя Григория Паламы, Православная Церковь. И по сей день мы видим множество подвижников Божьих, которые также, подобно афонским старцам, подобно святителю Григорию Паламе, в молитве ощущали тот божественный, нетварный свет, который видели святые апостолы на горе Фавор. Отец Геннадий, будьте добры в мире, в котором мы живем, и который наполнит Благодатью Божией много света, ибо Бог есть любовь, Бог есть свет, а тем не менее очень много тьмы. Почему? Христос, обращаясь к своим ученикам, он сказал, что вы есть свет мира, тем самым указывая, что он является этим источником просвещения для нас, для христиан, для всего человечества. Душа человеческая находится в тьме и находится, так сказать, в плену греха, и сама не может избавиться от этого греха, а порой ту тьму, которая находится вокруг нее, ощущает чуть ли не тем единственным состоянием, которое есть. Но такое положение по промыслу Божьему было непостоянным. В мир пришел Христос, о котором сказал пророк Исаи, свет воссиял и сущим во тьме. Пророк Захария говорит, свет воссиял, сидящий во тьме, и синий смертный. Что же это за свет? Это свет наш Христос, Господь и Бог, о котором Иоанн Богослов сказал, что Христос просвещает всякого человека, грядущего в мир. Если Диа у нас ассоциируется с тьмой, то Христос ассоциируется всегда у нас со светом. И каждый из нас, принимая Таинство Крещения, Миропомаза, не получает эту небольшую искру, того света, который мы должны, она должна преобразиться в пламя, горящее пламя. Как маленький источник света, чтобы стать костром, ему необходима защита, уход, постоянно питающий его хворост, так и в нашей душе, чтобы она также возгорелась. Постоянно нужен такой духовный хворост, это добродетели, коими является вера, стремление к правде и добрые дела. И тогда, когда люди видят этот свет в нашей душе, то грешная душа, находясь в тьме, видит этот свет и стремится к нему. И также хочется от него загореться огнем веры, власть пламенем, как в храме от одной свечи зажигаются сотни свечей, так и от одной души, которая горит, это пламя Христос, это свет Христов, также может зажечься множество других сердечек, других душ, этим светом, светом Христовой истины. Дай Боже нам мудрісті и терпіння, и Твого святого благословіння на життя мирне и благочестиве. Слава Богу за все! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова